Привет всем! Решила взять все-таки камеру в руки и поснимать для вас немножко. Я тут занимаюсь домашними делами. Варю тыквенный суп-пюре. Мне муж заказал. Пахнет божественно, конечно. И картошка, и морковь добавила, и тыква, по большей части. Лук, чесночок. В общем, пахнет вообще классно. На индюшином бульоне. Индейку сварила, грудинку индейки. Потом я ее хочу меленько порезать. Маленькими такими кубиками обжарить. И при подаче супа вот этого в тарелочку класть несколько кусочков вот этого обжаренного мяса. Думаю, должно быть вкусно и красиво. Дальше буду делать фаршированный перец. Здесь куриный фарш разморозила. Добавила уже все. Яйцо, рис, лук, чесночок чуть-чуть. Тут для зажарки уже все приготовила. Что я еще делаю? У меня тут и молоко прокисает. Никак не прокиснет. Что за молоко пошло? Я не знаю. Я жду, когда оно станет как простокваша, чтобы с него сделать оладий. Но оно вообще не становится никакой простокваши. Так, еще сегодня купила сахар, потому что мы из деревни привезли груши. Вот груши. Тут груши. Смотрите, какая тыква большая еще. И буду чистить, варить варенье из груш. Хотя бы несколько баночек. Тут уже тазик помыла, приготовила. Буду делать варенье из груш. Но пока что мне нужно приготовить обед. Еще у меня лежит сало здесь. Мы, кстати, были у родителей. И там вот в гостинице привезли. Сало лежит свежее. Его нужно засолить. Поэтому чесночок почищу и засолю. Вообще у нас сегодня 17 число. 17 октября. Но отопление у нас еще не включили. Ночью было ужасно холодно. В квартире включали обогреватель. Но сейчас вроде как ничего. Солнце светит в окошко. И я там стирку настирала. И я пока готовлю открыла окно. Вот так настиж. В принципе, не холодно. Но ночью было ужасно холодно. И я надеюсь, что сегодня все-таки включат нам отопление. Хотя уже время такое. Но батареи по-прежнему холодные. Что-то мне подсказывает, что вряд ли они включат сегодня отопление. Потому что ничего еще не предвещает. Хотя уже середина дня и отопления нет. В общем, ждем. Ждем, ждем. Ладно, занимаюсь делами. У меня еще монтажа куча. После выходных должен быть получиться у меня неплохой такой вложек с нашей поездки к родителям. Поэтому ну, вы, наверное, его уже видели. Я так думаю, постараюсь его поинтереснее смонтировать. Должно быть интересно. Так что, так, ладно. Занимаюсь домашними делами. Оставайтесь со мной. Вчера так и не успела вам заснять то, что приготовила. Перцы приготовила. Сейчас мы с Костей будем обедать. Макароны. И здесь суп. Как видите, он почти съеден, потому что всем понравился. Такой супчик. Я туда мясо обжарила, как говорила, и добавляли в тарелочку и ели. Вот осталось еще вечером. Не знаю, как они будут делить. Может, папа съест. В общем, так. На обед мы сейчас будем с Костей есть перец с макаронами. Я сейчас закрутила три баночки варенья у меня получилось из груш. И здесь немножечко осталось. Перецыла. В банку не влезет, а так вот сейчас покушать. И буду еще делать варенье. Потом сяду чистить. Потому что груш много еще осталось. Вот. И вот. И вот. В общем, еще, может, на баночке три сделаю. Так. И сделала пирог тоже из груш. Шарлотка. С грушами. Груши сейчас есть. Делаем. Едим. В общем, так. Ладно, сейчас будем кушать. С ней уже постирала. Погода, в принципе, хорошая. Отопление нам так и не включили вчера. Что-то булькало-булькало в батареях. Но вот они по-прежнему холодные. Кто-то кричит там на улице страшным криком. А вот. Так что вот так. Здесь у меня еще сохраняется видео. Одно я уже сделала. Какая-то беда сегодня с интернетом. То показывает, что нет интернета, то скорость маловато. В общем, сохранился у меня уже блог. Сейчас тоже его опубликую. и буду кушать. Итак, прокипятила я уже разочек вторую партию варенья. Уже отключила, но докипает. Я обычно прокипячу, остужу, прокипячу, остужу, прокипячу, остужу. Так несколько раз. Это когда в два раза варивается, тогда закатываю в баночке. Так. И сидела, сидела, бездельничала. Думаю, что я сижу. Дел столько дома, я сижу. И решила навести порядок вот здесь. Ну, там внизу игрушки. Я тогда вряд ли буду лезть. Вот. Кирилл иногда еще играет. Поэтому лежат там игрушки, машинки в основном. Инструктор машинки. А вот здесь нужно разобрать. Все прибирать. В общем, сейчас я тут уберу, а потом вам покажу результат. Здесь у нас и фотографии здесь у нас в коробке, игры, всякие настольные, журналы какие-то. В общем, там всякие разные аксессуары, наушники, салфи-палки, колонка. В общем, сейчас я здесь приберусь и покажу вам уже итог. Итак, может быть, с первого взгляда покажется, что я здесь не навела порядок, но я навела порядок, поверьте мне. Поскладывала, так как удобно, места мало, поэтому все выглядит вот так вот. Здесь фотография, я сказала, там диски для PlayStation, для компьютера, всякие журнальчики и настольные игры. Здесь мое таро, две колоды, настольные игры, там внизу игрушки, я уже сказала, и коробка моя от камеры с аксессуарами, и очки виртуальной реальности здесь лежат. Коробку вот эту я выбрасываю, вернее не выбрасываю, убираю пока отсюда, пока что я в нее не буду деньги собирать, мы копили вот по такому принципу, вот, ну так как у меня появилась сейчас такая копилочка, я в нее коплю, такая вот, стильненько, красивенько смотрится, так, а эту пока убираю, тут всякие бумажки выбросить нужно, и планшет отсюда убираю, потому что разбился, неудачно упал, видите, он даже не выключается, вот так вот выглядит, мы его сдадим на светомузыка, на радиорынок, мы всегда разбитые телефоны, старые телефоны, даже кнопочные, какие у нас валялись, собирали, ну и сейчас там тоже несколько штук у нас есть, таких вот битых, мы их собираем и относим, сдаем на радиорынок, копеечку нам дают, а эти вещи приобретают вторую жизнь, они идут на запчасти, поэтому вот, кто не знал, можно вот так вот их сдавать, на переработку, так сказать, все, сейчас я тут наверху протираю пыль, и все, и хочу немножко почитать книжку, потому что давно не читала уже, хочу почитать свою книжечку, я вот 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 пыль, пыль, и все, и Продолжение следует...